Новополоцкий хлебозавод с 1990 года радует жителей города своими хлебобулочными изделиями. И уже в этом году новополоцкий хлеб появится на столах жителей Российской Федерации. В прошлом году на заводе проведена модернизация и уже сейчас налажен экспорт трех видов хлеба. Одна из линий на заводе переоборудована под производство полуфабрикатов. Готовый продукт в высокой степени заморозки, пройдя несколько этапов изготовления, отправляется в Россию. С прошлого года, с начала февраля, это было практиковали, отгружали порядка 40-50 тонн, но уже стали наращивать объемы. В этом году объемы отгрузок составляют до 170 тонн в месяц. Хлеб подвергается охлаждению в естественных условиях, также быстрой шоковой заморозки в шоковых камерах. И дальше упаковывается в специальную упаковку и отгружается на Российскую Федерацию. Стоит отметить и кондитерские изделия завода. К примеру, овсяное печенье можно заметить не только на полках магазинов Новополоцка и Витебска, но и в крупной сети магазинов Минска, куда его отправляют исключительно по предварительному заказу. На данный момент нашим филиалом производится семь видов овсяного печенья, два вида сдобного печенья, одно с одной. Овсяное печенье мы производим с разнообразными добавками, с изюмом, с курагой, с черносливом. В популярность себя зарекомендовала печенье овсяное Виктория и печенье овсяное с черносливом. Основная цель Новополоцкого хлебозавода не только обеспечение качественной продукцией населения города, но и налаживание международных торговых отношений. Именно поэтому его выбрали площадкой для проведения выездного заседания Совета директоров города. Мы сегодня провели заседание Совета директоров города Новополоцка на базе нашего хлебозавода. Уточнили состав Совета директоров, рассмотрели ряд насущных проблем, касаемых социально-экономического развития нашего города. Подобные встречи помогают скоординировать действия руководителей предприятий и организаций города для дальнейшей слаженной работы, в том числе и в трудовых коллективах. Евгения Гончаренко, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».